3 мая 1957 года. День, когда восторжествовала историческая справедливость. Возвещая благую весть о возвращении на родину карачаевского народа, раздались гудки паровоза, за которым шел нескончаемый эшелон. 14 долгих лет они не видели родные земли, не пили воды из бурной Кубани и были вдали от своих домов. Но все эти годы их ждали здесь. Ждали черкесы, русские, нагайцы и абазины. Все братские народы, веками жившие с ними бок о бок. День, когда карачаевцы вернулись, стал общим праздником для каждого из них. Прошли десятилетия, но свидетели тех событий до сих пор с трепетом вспоминают май далекого 1957 года. Одними из первых пребывающие составы тогда встречали нагайцы. Валерий Сиперович Казаков, ныне глубоко уважаемый Аксакал, заслуженный деятель культуры, тогда был совсем ребенком. Но в его памяти навсегда отпечатался тот день, когда он узнал о долгожданном возвращении. Мне тогда где-то 9 лет было тогда, уже когда они должны были вернуться. 9 лет мне тогда исполнилось. Я сейчас, как сегодня помню, и все время думал, вообще кто они такие карачаевцы, вот карачаевцы. Ну, какой же они, это самое. И когда на станции Аркин-Шахар когда ждали, каждый день выходили, там слухи, они быстро распространялись, тогда телефонов нет таких. И вот, значит, ну вот, сейчас, а эти дежурили, на станции дежурили. И там, ну, вести там передавали. Они, старики все одевались, и там, значит, это все как на праздник одевались они. Ну, там, там, они, каждый же хочет видеть своих родственников. Каждый. Не то, что он нагайцы, как народ там встречает, карачаевцы. Каждый там встречает кто-то двоюродный, кто-то родного, кто-то этих своих, каждый, кто-то сестру, кто-то, ну, так. Вот. И они там одеваются, все там, сами управляют, как будто на свадьбу. Ну, а бабушка все время говорит, я хоть-то, сейчас опять, это, наверное, да. И вот один прекрасный день там, а там светофор, это, семафор называется. Вот, когда вот так открывается, значит, поезд идет. А этот семафор с окна дедушки в Куманхалке видно было. И я там посмотрел, там семафор открытый там. Я говорю, этот поезд этот идет, семафор открытый. Они там побежали, посмотрели, семафор открытый уже идет. И давай-давай. Тут сосед там как раз тоже на Бричке выезжал. Туда и дед там, это сели, они на Бричке туда, на станции. Ну, станции где-то, ну, где-то, наверное, полкилометра, наверное, от этого. Ну, видно там. Тогда поля были эти там, не застроенные были. Значит, сейчас как-то, сейчас сахарный завод. Это место все поля были, колхозные поля. И мы, значит, тоже, а мы возле этих там, у нас это самое, не садимся, мы там рядом бежим тоже. И вот спаренный паровоз, два паровоза, значит, друга, и эшелон идет. Эшелон идет, и мы тоже, эта Бричка тоже параллельная. А там уже эти, ну, те, которые ночевали, этот, шорпу вот этот самый, ну, с колхоза каждый там, думаю, приносили там, вот не приехали, там кушают. Кушают, ну, дуа это там, дуа делают, значит, там раздают детям, там эти, уезжают. И сразу опять там это шорпу готовят, каждый это самое. И вот мы пришли, этот, поезд как раз этот самый подошел. Они пока с этих, я успел туда, в сторону перона, на ту сторону, перебежать. Я сейчас, вот как сейчас помню, эти пушки вот эти, и открытые вот эти, здесь платформы открытые. И на этой платформе машины, две машины, вот они загружены, вот эти, Вильнюс или как-то там, ну, вот эти, вот эти две машины загружены, одна победа там была. И вот, это я сейчас помню, вот это сейчас, вот это. И где-то, наверное, вагонов, наверное, 30-40 или если не больше. В общем, один конец, значит, на том, это дальше прожел где-то. И я увидел, я сейчас, Кучерявый такой высокий парень на ходу с этого спрыгнул, и журавль лист, вот который, ну, как с колодца вытаскивает воду. Там не колодец, оказывается, это, ну, этот, бассейн был. А может и колодец? В общем, журавль вот этот. И он выпрыгнул и побежал, вот, ну, где-то от меня, наверное, минут, ну, не минут, а метров 10-20, наверное, от нас вот. Прямо мимо нас он пробегом туда, бежит, и пьет эту воду. И она льется вот такая у него. И она положила, и она смотрит, наконец-то, родная Кубанская вода, говорит. Валерий Сиперович до сих пор отчетливо помнит, как громко выкрикивали на перроне карачаевские фамилии в попытке найти родных. Как крепко обнимали люди друг друга, не веря, что весь ужас депортации, наконец-то, остался позади. И как счастливы они были от того, что карачаевцы все же вернулись домой. Там кто-то кричит, это есть там, ну, по фамильям там называют, там Кубановый есть, Лайпановый есть, Узденовый есть, там друг друга там кричат, там ищут, а оттуда тоже кричат, это есть там. А мы тоже дети туда-сюда бегаем, а этот паровозчик до паровоза бегает, из туда. Ну, с нами никто и не здоровается, нас никто и не видит, они все заняты. И, значит, до паровоза бежим, а этот в это время пар пускает он сильно. И этот такой, значит, гудок, ну, пугает нас это. Мы обратно-назад, это самое. А эти дежурные по станции, этот, нам приходят, говорят, давайте это сейчас отправлять должны, это отправлять, никто, никого, никто с этими, ну, с узелками и со всеми этими слазит, ну, по аулам там развозят, кто-то водил халк, кто-то векон халк, ну, кто своих, который нашел, забирает. Второй остановкой эшелона, следовавшего из Средней Азии, стала Усть-Джигута, где прибывших карачаевцев также встречали с распростертыми объятиями, песнями и танцами. В котлах варилась шорпа, люди обнимались и плакали от счастья. Все это отчетливо помнит Людмила Афанасьевна Гаврилова. Будучи тогда еще девчонкой, она хорошо запомнила, как услышала новость о том, что карачаевцы вернулись. Когда возвращались карачаевцы, это был 1957 год, это был, значит, май месяц. Я, вы знаете, вот я запомнила этот день не потому, что там кто-то мне что-то рассказывал, а у нас наша школа была, семилетка, семилетняя школа номер один. Филиал и сейчас у нас один, а второй – это там, где железнодорожная, нет, как он называется, пчелосовхоз Джигутинский. Там есть за Джиганасом здание, и в этом здании была школа. У нас был урок физкультуры наверху, вот на удивление, рядом с железной дорогой. Проводил наш очень хороший учитель Иван Петрович, нет, Петр Петрович Орешков. Он вел физкультуру там, мы находились, и вдруг мы услышали, значит, сигналы поезда. Такого же никогда не было. Очень длинные сигналы, и мы увидели, что идет состав, тащит то ли два, то ли три паровоза, именно паровозы тогда были, и тащит вот эти вагоны. Вагоны были товарные, на вагонах сверху ребята начали кричать нам, мы им, не поймем, что такое и к чему. А потом нам этот Петр Петрович сказал, это возвращаются карачаевцы. А вечером мы пришли все на вокзал. На вокзале уже к этому времени, значит, ну, по рассказам старших, кто там был, значит, женщины плакали, мужчины целовали землю, ну, и здесь, конечно, было очень трогательно то, что были поставлены эти котлы, уже варилась еда, а русские принесли борщ. И вот эти, ну, и ребята, и взрослые все, они с удовольствием ели вот этот казачий борщ. Это вот тоже мне очень хорошо запомнилось. Много было людей, смотрели, встречали. Даже вот, о которой я вам говорила, что Валя, она даже в 15 лет, она пробовала танцевать лизгингу с этими ребятами. Конечно, они были очень рады, что они приехали на свою землю. Несмотря на то, что Людмила Афанасьевна впервые увидела карачаевцев, когда ей было 12 лет, она хорошо помнит рассказы своих родителей о той дружбе, которая царила между народами еще до депортации. Ну, а после возвращения на родину дружба эта стала еще крепче и прочнее. Мы все время общались, и сейчас общаемся, очень причем тесно. И на улице у нас живут карачаевцы в школе, и с ребятами, и с учителями, и так далее. Ну, фактически, мы одна семья, русские карачаевцы. Еще до уезда карачаевцев, до выселения вернее. Это был где-то 1938, наверное, год. По главной трассе вот здесь, и когда к Джиганасу подъезжаешь, там с левой стороны есть родник. Над родником жил мой дедушка. Он в 1939 году умер, но у него все друзья были карачаевцы. И вот они приезжали к ним в дом, как к себе домой. Они ехали из Хуса-Кордоника, значит, на базар, на лошадях. Они заезжали в субботу, потому что в воскресенье был этот базар. Они там расстилали, значит, если это лето, то они на улице, если это зима, то они в доме. Ставили, варили шурпу, ставили, значит, мясо варили. Ну, и вот были действительно братья. Вот дедушка вот с этими карачаевцами. В мире и согласии до выселения, да и после сосуществовали и черкесы с карачаевцами. Умар Тлустанович Тимиров хорошо помнит, как, будучи на службе в армии, получил известие о возвращении братского народа. Помнит, как сильно обрадовались в его родной хуморе. И то, с какой надеждой он ждал встречи со старыми друзьями, которых хорошо знал с самого детства. Когда я в отпуск приезжал, в 57-м году, в конце февраля, говорили еще, карачаевцы уже едут. Я так обрадовался. Токов с Кумыша один друг хороший приезжал в хумору. Я с ним мячик играл, думаю, еще его встречу. Но по приезду он часто приходил, работал старшим гуртоправом, чабаном. Встречались мы в Карачаевске на базаре. Он такие хорошие овощи продавал. Мне сразу написали, что приехали вот так, так, в Севастополь. Я с опозданием вернулся в Севастополь. Мать говорит, давай хоть чуть-чуть еще. Венкомать и отпросилась. Вернулся, мне написали, приехали карачаевцы. Вот живут у нас. Так дружно мы жили. Новый Карачаевск, Кумыш, Саратюз, это окружение хумора в середине находится. Все как родные братья были. Такие ребята со мной, ровесники. Хоть до утра в Кубани постояли бы, если я их попросил. Были у меня такие. Ашкер Узденов, Султан Карабашев, Сверхней Мары, Хасан, двое такие. Как и многие в то время, семья Умара Татулстановича приютила у себя карачаевцев, с которыми наравне делила хлеб и соль. Несмотря на то, что места в доме было не так много, там царил уют и уважение. Ну а общие праздники, которые тогда устраивались по разным поводам, он вспоминает с особой теплотой в голосе. Возвращение к карачаевцу все радовались. И старики, наши старики все по-карачаевски говорят. У нас дом такой трехкомнатный длинный, полтора комнаты опаевывает, шаги это немало. У нас дедушка, бабушка, я, мать, еще четверо детей, две комнаты. У нас не было возможности выделять им комнату. А так во временках они жили. У нас двор большой был. Пышные праздники были. Началось синокосный сезон. В Новом Карачае у нас совхоз, центральный Новый Карачай. И Хумаринцы, и Новокарачаевский, и Каменомост. Все готовили. И национальные блюда, и столы там, и танцевали. Первая борода, как говорится, первая борода. Возвращение карачаевского народа лишь укрепило и без того крепкую дружбу. Честь, взаимное уважение и братская поддержка. На этом строилась тогда вся жизнь многонациональной республики. Однажды я, будучи начальником штаба на отгонных выпасах под Эльбрусом на Бесчачине, один молодой парень верховой заехал в штаб. А в штаб наш асфальтированный. Я ему замечание сделал, он меня отругал. При всех. А его отец, Сочкакена, кто-то передал отцу, а отец приехал. И передо мной извинился за сына. Я говорю, сына отлупил, я извиняюсь за своего сына. Сегодня что-то молодежь между собой не очень-то дружит. Не знаю, кто виноват. Мы, старшие, наверное, виноваты. Неправильную историю рассказываем. Эта молодежь быстро схватывает то, что услышали. А так раньше никакого в мыслях ни у кого не было. Ни у молодежи, ни у стариков. Я в Верхнем море когда работал, так они угощали, так все приглашали. В свой дом когда-то пригласили вернувшихся карачаевцев и жители аула Кайдан. Среди них был дедушка Валерия Хасановича Байкулова. Словно это было вчера, он помнит, как пришла весть о возвращении. А еще больше ему запомнилось то, как дружно во взаимном согласии жили абазины с карачаевцами. Ковхоз был тогда у нас. Старший рабочий поднялся, обед нам привез и говорит, вот так, вот так ребята карачаются, возвращаются. Это очень хорошее, если возвращаются на свою родину. Ну, спустились. Смотрю, у нас дома один дом отдали одной семье, дедушка отдал им, а другой дом, там отдельная комната была. Им тоже-то другой семье он отдал. Две семьи у нас, это, шесть месяцев они находились. Они переехали в Диханас, тогда Диханас еще начал возрождаться. После них еще одна семья у нас была. Мы до сих пор живем очень дружно. Никакого скандала нету между нами. Вот у меня дочь замужем за карачаевцами. Внучка замужем за карачаевцами. Наши отцы, деды, прадеды жили вместе с карачаевцами. Наш кайдан относился к карачаевской автономной области. Красный Восток и кайдан. А там псы, кубина, они относились к черкесскому автономному области. Мы среди карачаевцев жили. Дед мой чисто по карачаевски разговаривал. Я тоже так понемножку понимаю и могу говорить. У меня среди карачаевцев Баташев Духарнай, Баташев Амарби мы трое вместе работали. Они меня как брата считали, я тоже как брат считал. В горе, радости мы никого не различали. 14 лет вдали от родины стали настоящим испытанием для карачаевцев и возвращение домой вовсе не было простым. Горе одного народа тогда стало горем для всех остальных, проживавших здесь национальностей. Манав Баташаев хорошо помнит тот день, когда карачаевцам разрешили вернуться на родину и не забыл, как трудно было первое время. Когда нам объявили, что разрешено ехать, мы кто где находился там друг свой. Радовались и обнимали друг друга. Кто бы ни был. Это был самый счастливый момент. Не только и всех остальных. Самый счастливый момент. Вот мы это сделали а что теперь делать? Тяжело вспоминать? Очень тяжело. Ну надо. Это наша земля, Кавказ, о котором мы умечтали. Помогали. Очень даже помогали. Кто чем мог, особенно русские, по хуторам, которые в черкесии ездили. Ногайцы вот это бежит. Ну буквально все. В общем не было такого человека, который нам не пытался помочь. Даже вот в какой-то черкесской дяди ездил покупать лошадь. Черкесии лошадь как продали, так по самой дешевой цене. Никакие тяготы, суровые испытания и несправедливость не смогли сломить карачаевский народ, а лишь закалили его, сплотили, укрепили веру и дух. Сильным и благородным вернулся он на родной Кавказ, чтобы жить в гармонии бок о бок с другими братскими народами. И по сей день Карачаево-Черкесия является общим домом для разных национальностей, где чтут и уважают традиции, где мужество и доблесть не просто слова, а взаимное уважение является основой любых взаимоотношений. КОНЕЦ